Приветствую. Хотел бы задать вам вопрос о том, что я увидел у вас нашивки на плечах с флагом Российской империи, а у вас череп с костями. Могли объяснить, что это означает? Череп с костями это... Дождите секунду. А вы историю не учили? Вы не знаете, что это? Я, к сожалению, не сильно видел курсы истории. А ну вот проведи небольшой. А есть педагог истории в зале? В курсе истории женок... Нет, нет, подожди, подожди, подожди. Педагог истории есть в зале? Можно увидеть педагога истории? Есть, да, педагог истории. Какими отчествами педагога быть? Артем Юрьевич, проведите, пожалуйста, урок истории. Расскажи, пожалуйста. Это эмблема генерала Бакланова, скажем так, это исторический... С конца восемнадцатого, начала девятнадцатого века под этими знаменами воевали, как казаки, очень многие добровольческие отряды, это, ну скажем так, символ несгибаемой русской чести. А флаг Российской империи здесь? Так это все тому же, этот символ ненавидят, как бы, наши враги, и это, как бы, мой вызов им, вот и все. И врагов, на самом деле, очень много, не только, как бы, ну, даже с той стороны, то есть, как бы, есть у нас определенные люди и здесь рядом с нами, которые находятся, и тоже, ну, которые себя ведут очень неправильно. И это тоже вызов всем. Ну и, я не знаю, флаг Российской империи ассоциируется с чем-то плохим у вас? Любить свою родину, по-моему, это самое чистое. Насколько вы уверены в своих бойцах, сокомандниках, то есть, готовы ли вы встать за них? Прям закрыть с собой их? Конечно, безусловно, я на 300% уверен в своих парнях, которые рядом со мной находятся, учитывая то, что, ну, там, может быть, у мобилизованных с этим могут быть какие-то трудности, то есть, люди попадают там в новый коллектив, друг к другу притираются, разные характеры, разные мировоззрения, и коллектив формируется заново. То у нас, нам, скажем так, наше подразделение выдало такой великий шанс. Мы собраны там и компанией, и друзей вместе приезжали, и вообще все наши подразделения, мы, в принципе, одних взглядов, у нас одни ценности, мы одинаково относимся к добру и злу. Поэтому нам очень легко быть, наш девиз один за всех и все за одного, мы, безусловно, гордимся и умрем друг за друга, в этом нет вопросов. Просто, ребята, вот мы все, мы знаем друг друга не один год, а десятилетий и больше. Просто представьте, вы же были на зенит-арене? Вираж активный, мы друг друга знаем очень много лет друг друга, и ты знаешь, что он прикроет мою спину, я прикрою его спину, и тут только, как говорится, на 300% мы уверены в другом. Ну, а там такие же парни из «Партака», ЦСКА, точно так же соединились в один коллектив, и точно так же друг друга будем прикрывать до последнего. Друзья, вопрос. В принципе, это не того вопроса, как можно защищать свою страну, находясь на чужой территории? Когда в чужой территории твоей стране угрожает опасность, там ее и можно защищать. Когда такая аналогия, когда ваш, я не знаю, там, пьяный сосед по даче кидается камнями в ваш участок, вы пойдете на его участок, чтобы предотвратить это? Вот вам и ответ. А сколько времени мы говорили с этими соседями? С 14-го года точно. Мы с соседями вот с 14-го года общаемся и не можем. Так вот, вопрос-то в чем? Эту территорию называют исконно русской. Хотя, по идее, до этого она принадлежала кочевникам. Потом там были украинские казаки. Как бы, эту территорию исконно русской называть нельзя. Опять же, вопрос в исторической плоскости. Украинскими казаков называть, ну, такое себе, я не знаю. Больше они такие же русские люди просто не забыли об этом. Вот и все. Да, там, напротив нас, на самом деле, если так-то, да, такие же Петровы, Кузнецовы, просто, которые немножко, вот, ну, пошли чуть-чуть не по той дороге, да. В угоду интересам, как бы, страны, там, своей изначально, да, то есть, там, той же Украины. Как бы, ну, хотите своей самой идентификации, как бы, ну, делайте, пожалуйста. Только не надо при этом угрожать всем вокруг и прыгать, скакать там, как бы, ну. Просто это, да, это та же аналогия, когда пьяный сосед тебе кидает камни, ну, ты рано или поздно придешь к нему во двор, вот и все. И это пусть лучше будет так, чем это будет уже у нас во дворе. Добрый день. Такой вопрос, ну, чисто интересует. Сколько нужно убить людей, чтобы потерять ценность человеческой жизни? Чтобы, ну, вот вы изначально же, понятно, что все за дорогой психикой, все не сразу стреляете, но как-то есть какое-то пробкое чувство. А потом уже, как должное принимается? Вот сколько должно пройти времени? Мы не убиваем людей, мы убиваем врагов. Это... Ну, они что, не люди? В момент, когда человек стреляет в тебя, ты стреляешь в человека, это враг, это не человек. Ну, вот, да. Я для него не человек, а враг, он для меня враг. Еще раз повторяю, это не должно нести моральной нагрузки. И не несет ее. Спасибо. Здравствуй. Доброе. У меня есть вопрос, но он как бы состоит из двух частей. Мне просто нужно дать ваше мнение. Первому вопросу, вы в Бога верите? Конечно. Да, верим. А вы? Разные эпохи просто у всех. А считаете ли вы украинцев нашим братским народом? Братским сложная формулировка. То, что мы изначально один народ, да. Хорошо. А вот девушка спрашивала про человечность. Как вам вообще смысл о том, что убийство это один из главных грехов идти на фронт? Я говорил про разных богов, в которых верят разные люди. Мои боги не считают меня грешником на это. Хорошо, спасибо. Было очень много видео о недостаточном снаряжении солдатов или о плохом снаряжении солдатов. Вы встречались с этим? Скажу так. Всем необходимым люди, которые приезжают на передовую, моменты с курсом молодого бойца, с формированием частей, которые мобилизованные проходят от своего попадания в военкоматы до попадания на передовую. На передовую голые боссы и никто не приезжает. Они всем обеспечены худо-бедно. Ну, то есть, больше-меньше, но, скажем так, одежда, бронезащита, оружие есть у всех. Ну, просто говорилось о том, что снаряжение приходится покупать за собственные деньги. Ну, и различные видео про забастовки. Явно в российских частях они сфабрикованы, так скажем, как выражаются, фейки. Видео про забастовки – это такой момент, ну, сложно что-то обсуждать. Люди в стрессовой ситуации, люди недовольны вообще тем, что там находится. Это такое. По поводу того, что вынуждены приобретать, да, стандартный набор того, чем снабжают всех военнослужащих, он, скажем так, ну, то есть, если есть желание экипироваться лучше, это можно делать за свои деньги. И это делают все, в том числе и мы, и мобилизованные. То есть, купить тепловизор лучше, чем его выдали, купить бронезащиту лучше, чем ее выдали – такое происходит, да. Да, и второй вопрос. Считаете ли вы, что двухнедельный или около того курс молодого бойца действительно достаточен для того, чтобы отпускать, ну, солдать на передовую, скажем так? Три-четыре недели – это минимальный срок для подготовки. Это, ну, опять же, может быть, есть какая-то информация там из видео, какие-то такие ситуации, когда это происходило быстрее. Но я знаю, что три-четыре недели – это стандартный курс. Мы сами проходили именно такой курс подготовки. Дальше все уже, скажем так, ну, невозможно дать в теории подготовить лучше за три-четыре недели. Профессиональные военные десятками лет учатся, скажем так, своему ремеслу. А за три-четыре недели дается курс того, чтобы ты был готов к тому, что там происходит. Дальше идет уже обучение там по месту. Ну, в этом-то и проблема, то, что, как бы, совсем люди без опыта отправляются на передовую. И, как бы, они не могут составить ровню, ну, соответственно, профессиональным военным, либо наемникам, что с одной, что с другой стороны. Ну, там в том, вот сейчас правильно сказали, там с той стороны точно такие же мобилизованные украинцы. Но, как бы, и там тоже профессионалы. Объем профессиональных военных, он, скажем так, ну, на разных участках фронта разный процент, скажем так. Но это война. Человек, который, я вот скажу так, я в октябре месяце, когда пошел воевать, я тоже не служил в армии на этого. Я, ну, имел, там, скажем так, контакты с оружием, но абсолютно минимальные. Это все от твоего желания зависит. Если ты хочешь научиться, если ты хочешь, скажем так, выживать, да, тогда все эти навыки придут. К сожалению, к великому сожалению, одно не отменяется. Я не знаю другого. Те факты, которые вы называете, они проблему войны и угроз нашему государству не снимают. Да, дети чиновников не воюют. Но воевать-то нужно. Тут вопрос такой, что либо мы все умрем вместе с ними, либо мы попытаемся это как-то отсрочить своими силами. Я хочу сказать, хочу пожелать обществу, чтобы оно никогда не встало перед насильственным выбором поддерживать или не поддерживать, чтобы по своей воле поддерживал. Просто еще раз повторяю, если, скажем так, не делать то, что мы делаем там сейчас, никто не сбросит у вас, когда придет сюда. Одно из целей, которые вы выбрали, это закинуть врага от территории России. И считаете ли вы, что вы високе, где-то действуете в детском направлении, учитывая, что гранат, которого принято называть врагом, расширилась в сторону Финляндии и теперь угроза в Ташвейской церкви, о чем вы говорили, стало больше. А это вследствие СВО произошло? Расширение, вхождение Финляндии в НАТО произошло вследствие СВО? Да. Какая связь? В процессе или вследствие? Вы считали себя не защищенным, но это и не могли ходить, и привело такое решение. Мы, скажем так, да, говорим сейчас не о политике, наверное. Наши цели, которые мы преследовали в этом же вопрос, да, они продолжают достигаться, и, скажем так, мы движемся в правильном направлении, и победа будет за нами. Невский и Банкси, вопрос к вам. Как, ну, вот, по вашему мнению, вы считаете, как заключается отличие непосредственно в издательство СВО в начале, и СВО, ну, апрель, февраль, 22-го года? Между тем, как велась война вовремя, и между тем, как она ведется сейчас, ну, если вы, скажите, правду, в начале СВО, вывозилось очень много двухсотых с нашей стороны. Как вы это можете объяснить? Все очень просто. Это, ну, опять же, соотносится к тому, что я говорил, к новому формату войны. Мы, наша армия была не совсем готова к этому формату в начале СВО, сейчас вот на наших глазах происходит, скажем так, перевооружение, обучение, и, скажем так, дроном, ну, по БПЛА, по артиллерии, уже давно, где-то с сентября, с октября месяца выравнивается ситуация, сейчас она уже на паритетной основе, то есть мы вполне себе можем, скажем так, с врагом конкурировать. У меня такой вопрос. То есть, в любом случае, у нас боевые действия, соответственно, это может закончиться либо наша победа, либо наше поражение. Ну, что логично. Как вы видите дальнейшее развитие воюющих стран? То есть, как вы видите развитие России и Украины в случае победы или поражения одной из сторон? Для этого нужно понимать, что такое победа, что такое поражение. Этого понимания, ну, этого понимания, естественно, оно может быть есть только у руководителей нашей страны. У нас его нет, что, естественно, соответственно, если вы спрашиваете, хотим ли мы завоевать Украину и дойти до Берлина, то, ну, это довольно такой прозавительный вопрос. Мы выполняем свою работу, еще раз повторяю, мы можем только гадать и предполагать, ну, естественно, планы главнокомандующих до нас никто не доводит.